22 июня в России день памяти и скорби. Самая трагическая дата в истории страны. Приспущены государственные флаги, проходят многочисленные мероприятия, акции. Россияне зажигают свечи в память о погибших в годы войны. В 4 часа утра делегация Одинцовского района возложила цветы и зажгла памятные свечи на Поклонной горе. Тихое московское утро 74 года назад было совсем другим. Границу перешел враг. Началась Великая Отечественная война. Советские люди встали на защиту Родины. Именно они подарили нам мирное небо над головой. Днем около Вечного огня в Одинцово прошел митинг. Панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны совершил священник Владислав Гусар. Ветераны, дети, родители все пришли к мемориалу, чтобы отдать дань уважения людям, сохранившим мир на земле. Сегодня на этом митинге хочется сказать слова благодарности нашим педагогам, которые переносят от ветеранов уроки мужества нашему молодому поколению. Вы посмотрите, сколько сегодня ребятишек пришли сюда к Вечному огню с цветами. Они должны знать, что их деды и прадеды воевали за нашу Родину. Подобные акции воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма, гордости за великий народ, великую страну. Я обычный ребенок, каких миллионы. Утром встав и собрался, все в школу иду. Получает он знания, играю с друзьями, после школы с подружкой на танцы бегу. Солнце лучик ласкает меня сквозь оконцы. Расцветает природа, встречая весну. Отчего так легко мне на свете живется? От того, что я в мирное время живу. Неслышны хананады и взрывы снарядов. По подвалам не прячется мирный народ. Потому что тогда, в году 45-м, совершил славный подвиг советский народ. Всем учтим ветеранов. Слава воинам, павшим, защитившим тогда наш сегодняшний день. Благодарны за это поколение наше. Преподносит цветы в майский солнечный день. С особым трепетом дети возлагали цветы к вечному огню. Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар. Кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит. Никто не забыт. Ничто не забыто. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.